Великой Отечественной войны Он просто по жизни был светлым человеком. Я его, по сути, не видел. Унывающе. Таким Георгия Ивановича Новикова навсегда запомнят Люберце. Ему довелось прожить непростую, но яркую, как солнечный свет, жизнь. Наверное, потому что советский летчик-истребитель прожил ее по соседству с главным небесным светилом. Впервые Георгий Иванович поднялся в небо в 1940 году в полете провел войну. На счету фронтовика 54 боевых вылета. В наше время Георгий Иванович стал живой военной энциклопедией. О своем фронтовом опыте он честно рассказывал с люберецких сцен и перед объективами наших камер. На войне всякое бывает. Не бывает гладко. Бывает и то, бывает и другое. Важен финал. А финал был блестящий. Фашистская гадина была раздавлена в собственной берлоге. Рассказы в прозе сменялись поэзией. На гражданке подполковник авиации открыл в себе вокальный талант и получил новое для себя звание – «Золотой голос Краскова». Георгий Иванович не пропускал праздничные концерты, чтобы спеть о войне. Любимая песня фронтовика, конечно, та, где, обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Ведь одна у летчика мечта – высота, высота. Самая высокая мечта – высота, высота. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова